13.06 в Кирове. — Это очень важно. Мы не встречались в сентябре. Вот сейчас, наверное, уже можно итоги подвести. — Совершенно верно, да. — И очень важно рассказать, конечно, горожанам о том, какие новшества, прежде всего, в ВУЗе, потому что за прошедший год очень активно велась работа по различным программам. Мы рассказывали про то, какие специальности, факультеты, новые курсы, новые заказы от правительства в том числе поступили. И вот об этом подробно вот сейчас прямо начнем рассказывать. Но, во-первых, расскажите, что есть нового в ВУЗе. Действительно ли я вот сейчас не вру, может быть, говоря слушателям, что есть какие-то новые направления в специальностях ВУЗа. Что у вас появилось? — Ну, если говорить об итогах приема этого года, то можно сказать, во-первых, что университет бурно рос последние несколько лет количественно. Открывались новые факультеты, кафедры, открывались новые специальности, направления подготовки. Наверное, уже мы приняли решение, что нужно потихоньку от количества переходить к качеству. И мы сосредоточились в этом году во время летних каникул на процессе ревизии учебных планов, учебных программ, их содержания, их соответствия современным требованиям, новым стандартам, пожеланиям со стороны работодателей. И здесь мы работу провели очень большую. Но, тем не менее, есть действительно новые. Открыто несколько новых профилей по направлению педагогическое образование, такие как менеджмент в образовании, управление, информатизация образования. Также вы, наверное, видели в средствах массовой информации. Мы открыли новое направление лесное дело. Это вообще такая, я считаю, в определенном смысле революция, потому что никогда в Кировской области на уровне высшего образования это направление подготовки не реализовывалось. И все наши специалисты, которые сейчас в дефиците по этой отрасли, они готовились в других регионах, но самый ближайший из которых – это Республика Мариал. Мы возлагаем в этом плане на эту специальность большие планы, большие надежды. Здесь плотная работа шла с правительством Кировской области и с предприятиями. Правительство области четко сформулировано. При том, что несколько лет назад мы рассматривали этот вопрос, и я выходил с инициативой в старую команду губернатора и его заместителей. Тогда это предложение не нашло понимания, такого оживленного интереса к этой теме, после чего мы откатились назад с этими предложениями. Но сейчас со стороны Кочеткова, Министерства промышленности, Кировской области был очень четкий сигнал, готовность помогать и сотрудничать. И, соответственно, мы сразу отреагировали. И у нас все документы были готовы. Мы оперативно прошли лицензирование и набрали абитуриентов, и запустили работу в этом году. Если в целом говорить о приеме, то нас очень порадовал. У нас практически по всем направлениям вырос проходной бал, увеличился конкурс, абитуриентов пришло гораздо больше в этом году, чем в прошлом году, больше, чем на 500 человек. И в целом можно сказать, что к нам очень большое количество, мы считаем, приезжает абитуриентов из других регионов. Что важно. Что важно, что, с одной стороны, говорит о том, что мы известны, мы пользуемся определенной репутацией, авторитетом. И в результате у нас получается 66 регионов России представлено вот в этом году приемной кампании, и 16 иностранных государств. Кроме того, нам очень приятно, что у нас каждый год растет количество элитных абитуриентов, мы их так называем. Это победители олимпиад, два победителя призера всероссийских олимпиад мы приняли в этом году, 462 победителя призера различных региональных университетских олимпиад, 246 выпускников школ с аттестатом, с отличием золотой медали. Ну, что также говорит, что наша такая профориентационная маркетинговая работа по популяризации нашего образования и внутренняя работа по повышению качества, повышение рейтингов, повышение активности университета в регионе, ну, находит все больше интереса со стороны жителей нашей области, соседних регионов. Надо сказать, что ребята, которые получают высокие оценки в школе и получают медали, и ребята, которые участвуют во всероссийских и университетских, и государственных олимпиадах, имеют право выбора поступить в любой абсолютно вуз страны. Конечно, с такими высокими баллами, тем более, будучи победителем олимпиад либо золотой медалью, им открыта дорога в все самые лучшие вузы страны. Там МГУ, Вышка, Плешка и так далее. Тем не менее, они находят желание и мотивацию себе поступать к нам. — Насчет мотивации как раз хотелось бы спросить. Что мотивирует? Даже не что, наверное, мотивирует, а насколько мотивированы сейчас абитуриенты, которые поступают на учебу в вузе? Не только в вашем вузе, а вообще, в принципе, в вузе. Потому что был период времени, когда, и мы много об этом говорили. — Да, мы много говорили о том, что были тяжелые времена, когда поступали в вузы в основном, по давляющем большинстве, для корочки, для документа об образовании, а дальше уже как там сложится в этой жизни. Безусловно, из анкетирования, а мы это делаем каждый год, очень глубокое анкетирование, из личных бесед, собеседований, приемной кампании, мы для себя отмечаем изменения в мотивации абитуриентов. Ну, сразу можно сказать, что, ну, во-первых, их очень много. Вот смотрите, мы только по очной форме бакалавриат-специалитет зачислили 1500 человек на бюджетные места, более 1000 на места с оплатой стоимость обучения, и плюс еще там магистратура 548 человек. Поэтому цифры-то очень большие. Дети разные, разная мотивация. Кто-то, наверное, и поступил, в том числе, по старому принципу. Но мы все больше видим детей, которые абсолютно осознанно, очень внимательно изучают сайты, изучают статьи, информацию, изучают аналитику, какие вузы в стране, какое образование, изучают картину атласы новых профессий, для себя задумываются о своем будущем, о своем трудоустройстве, о карьере, о зарплатах, и, соответственно, начинают соотносить вот этот прогноз с тем, какие высшие учебные заведения, какие знания, какой перечень специальности дают, как они потом трудоустраиваются. Я напомню, что в нашем университете процент трудоустройства по всем направлениям от 85 до 99 процентов. То есть очень хорошее. Мы в этом плане входим в десятку лучших вузов страны по этой категории. Потому что у нас очень востребованы. Почему это происходит, это отдельный вопрос. И заточены, адаптированы под конкретных работодателей, что выражается в большом количестве целевых договоров. То есть предприятия требуют от нас, в хорошем смысле слова, адаптировать наши учебные планы под их производственные задачи. Мы это делаем совместно на различных наших учебно-методических советах с внешними экспертами. И после этого предприятие с большей степенью доверенности делегирует и заключает различные формы договоров о сотрудничестве. Поэтому абитуриенты очень системно, очень интересно подходят к этой теме и делают абсолютно осознанный выбор. Это очень важно, потому что, возвращаясь к этим недалеким совершенно временам, мы должны сказать, что зачастую, что называется, выпускники оставляли дипломы. В том смысле, что не шли работать по специальности. Корочки получили, а дальше уж как там, куда жизнь вывернет. И это была дискуссионная очень тема и острая, потому что вкладываются ведь государственные деньги. И частные семейные деньги, что тоже очень важно, вкладывается время жизни человеческой в то, чтобы изучать эти дисциплины, а потом они оказываются неприменимы, человек идет куда-то совершенно в другую сторону. Мы получаем дефицит кадров в разных отраслях, о котором тоже все время говорим. И, конечно же, трудоустройство выпускников, а особенно по специальности, которые они поступили, это государственная задача. С одной стороны, да. С другой стороны, переход на двухуровневую систему образования бакалавриат-магистратура, ее идеология заключается в том, что бакалавриат — это более общее образование, оно более размытое, а более прикладное и специализированное по конкретной специальности — это магистратура еще два года после четырех лет обучения бакалавриат. И идея заключается в том, что, да, идеально, когда абитуриент правильно определился, нашел в себе все ощущения правильные, какую специальность он себе выбрал, и он прям сквозным обучением учится сразу по той специальности, которая ему нравится, и будет ему сопутствовать всю оставшуюся жизнь. Но современные взгляды говорят о том, что человек может ошибаться, он может в процессе обучения для себя, получив дополнительные знания, информации, принять решение, что да, эта тема интересна, но он хотел бы некую коррекцию своей образовательной траектории сделать. И тогда нет никаких ни формальных, ни технических проблем после окончания бакалавриата. Но, во-первых, можно перевестись на другую специальность еще после первого, второго, третьего курса, и это технически возможно при наличии желания. Плюс можно после окончания бакалавриата поступить в магистратуру. Экономист, грубо говоря, может поступить на юридическую магистратуру, или инженер после окончания бакалавриата получить еще экономические, юридические, управленческие, какие-то другие навыки, и он от этого станет еще более успешным специалистом. Или, наоборот, углубиться в рамках выбранной первоначальной специальности и получить конкретную специализацию. Долгая тема, она описана везде, много литературы, можно почитать. Мы сейчас прервемся на полминуты и перейдем к проблемам и задачам, которые сопутствуют. Я вам ничего не рассказал, сколько у нас мы рекорд побили по иностранным студентам. Хорошо. Тогда после короткого перерыва про иностранных студентов и еще очень важная тема — это социальная политика ООЗа, потому что надо не забывать, что люди проводят не только в аудиториях время, а люди проводят время за ее пределами. Они живут в инвестициях днем и ночью. Да, у них должен быть досуг, у них должно быть, может быть, дополнительное образование или занятие. А еще очень важно, эта тема насущная, я обязательно задам вопрос по детям, потому что образуются семьи, а у нас большая проблема сейчас с местами в детский садик. Прервемся. Своё особое мнение сегодня в нашей программе высказывает ректор нашего опорного ВУЗа Валентин Пугач. Итак, иностранные студенты, вы сказали, что в этом году представители 16 стран учатся в ВУЗе. Как ребята осваивают программы, адаптируются, социализируются? Да, действительно, мы с каждым годом видим, что все больше иностранцев приезжает, при том, как из стран бывшего СНГ, так и из дальнего зарубежья, такого как Вьетнам, Конго, Израиль, Ирак, Китай, и традиционные наши Украина, Средняя Азия и Восток. Итого у нас получается 76% жителей Кировской области поступило в этом году, 20% жителей других регионов, 4% иностранных граждан. Ребята очень интересные, поступать могут в разных форматах. Кто готов обучаться на русском языке, они сразу поступают на первый курс. Кто не готов, то те поступают на подготовительное отделение и в течение года изучают русский язык и оказываются готовы уже осваивать эту программу. Поэтому я скажу, что у нас только сдерживает дефицит общежитий в этом плане. Если бы была возможность принять, разместить больше, у нас было бы еще больше в этом плане. Мы к дефициту общежития перейдем. Да, мы потихоньку готовимся к переходу на реализацию образовательных программ нескольких на английском языке. Это тоже расширит, понятно, круг желающих учиться у нас. Что значит потихоньку? У вас какие-то сроки конкретные стоят? Вы знаете, я здесь не давлю жесткими графиками, потому что это связано... Ну что такое переход полностью образовательной программы на английский язык? Это значит, что преподаватели, а их десятки по конкретной программе, несколько десятков, может быть, должны не просто по конспекту прочитать на английском языке, они должны быть готовы общаться, отвечать на вопросы, участвовать в семинарах, в обсуждениях. Это предполагает достаточно высокий уровень английского языка. И тут, будем так говорить, можно, конечно, жестко требовать это дело, но мы ведем такую более мягкую мотивационную работу с нашими коллегами. А ради чего все это? Ну, во-первых, хорошо говорящий по-английски преподаватель — это не только тот, кто умеет читать лекции, это тот, кто умеет читать литературу научную, образовательную, методическую, тот, кто может через интернет слушать лучшие курсы, смотреть ведущих университетов страны, участвовать, писать научные статьи, участвовать в дискуссиях. Ну, будем так говорить, это более качественно другой уровень владения профессией. Это какое-то требование к опорным вузам или это ваше понимание того, как будем? Нет, это наше понимание, что нужно сдвигаться в эту сторону. И эта тенденция в мире и в стране происходит. Что это в перспективе даст нашему опорному вузу? Выход на более высокий уровень. То есть мы будем конкурировать уже не с региональными какими-то, а ведущими отечественными мировыми университетами. Почему бы нет? Это такие серьезные цели. Местепенные эволюции в эту сторону. Мы заговорили о социальных программах вуза, потому что вы заметили, что студенты проводят в вузе 24 часа в сутки иногда. Ну, живут в этой жизни, безусловно. Мы стремимся делать так, чтобы им было чем заняться в течение всех суток. В течение всех суток. Тем не менее, возраст молодой. Образуются семьи, образуются дети. Организуются. А в нашем городе остро стоит вопрос. Не так остро, как раньше, но тем не менее, он остается. Вопрос обеспечения детей местами в детском садике. Как вы решаете этот вопрос? Как помогаете своим студентам и сотрудникам? Ну, во-первых, нас очень радует, что городская администрация и вообще руководство области уделяет этому большое внимание. Мы следим внимательно, как идут стройки по запланированным объектам в городе, но и сами не стоим на месте. И опять же, по инициативе университета мы 18 октября открываем в рамках реализации стратегического проекта агентства образовательной новатики, открываем у себя детский сад университетский для сотрудников и студентов университета. для того, чтобы... Ну, это будет неполноценный детский сад, там, без детского сна дневного, значит, и там по питанию будут ограничения. Но вот эта дошкольная группа, предполагается, что и сотрудники, и студенты, и аспиранты могут привезти своего ребенка, оставить на несколько часов, сдать свои зачеты, экзамены, посетить лекции, после чего ребеночка взять и пойти с ним дальше. Где вы это все устроили? Мы подготовили специальные, в соответствии с жесткими федеральными и региональными требованиями, это помещение купили, сделали ремонт, закупили необходимое оборудование. И кроме того, так как университет, у которого есть свой педагогический институт и соответствующие факультеты и кафедры, профильные соответствующие, то есть этот у нас детский сад будет еще в формате такого объекта инновационного педагогики, где и преподаватели, и студенты профильных специальностей будут применять лучшее знание для того, чтобы дети не просто здесь находились, чтобы они развивались, поэтому там будут и различные развлекательно-образовательно-познавательные всякие приборы, игры, очень интересные интеллектуальные упражнения. Мы будем детям давать азы робототехники, там различные нетрадиционные техники рисования, навыки использования мягких модулей, игры, там какими-то кукольный театр будет играть. Ну, в общем, там будет очень интересно. На Октябрьском проспекте, дом 113, у нас будет находиться этот объект. Кроме того, я обращаю внимание, что у нас уже не первый год работают там логопедические услуги, когда жители нашего города своих детишек могут приводить, и там профессионалы с высшим образованием, ведущие специалисты в этой сфере нашей области, детьми очень эффективно занимаются. Что касается самого садика, он конкретно предназначен для детей, студентов и сотрудников? Совершенно верно. Ну, вы так вырастите и до школы при университете. У вас уже есть лицей? У нас есть лицей, и национальное образование. С какого возраста лицей? Ну, он для последних, для 10-11 класса. Среднее звено не планируете закрывать? Это достаточно сложно. Вы знаете, вот я поймал себя на мысль, что университет в последнее время настолько разросся в виде различных проектов, видов деятельности, структурных подразделений и охвата различных сфер, что мы уже испытываем определенные сложности с управлением эффективным. Все-таки если мы за что-то беремся, надо делать очень хорошо. Поэтому последующие направления развития мы договорились на ученом совете с коллегами, что мы будем серьезно обсуждать, и, может быть, открывая какие-то новые, будем сворачивать, оптимизировать какие-то ранее существовавшие. Иначе мы можем просто превратиться в какой-то вавилон. Валентин Пугач, ректор ВИАТГУ в студии программы «Особое мнение». Вот как раз мы и подступили к теме, которую необходимо обсудить, поскольку вы сами говорите, что институт очень разросся, и потребности велики, и задачи очень большие и серьезные стоят, и понятно, что большое количество программ внедряется, современность требований свои предъявляет. В эфире нашей радиостанции в программе «Урбан» не так давно Игорь Васильев и Илья Шульгин, это наш губернатор и сети-менеджер, озвучили идею создания в Кирове большого студенческого кампуса. Вот, по сути, кампус, каким его представляют большие города, большие университеты, он включает как раз и решает в себя вот эти структуры и решает очень многие задачи, в том числе и досуга, в том числе и дополнительного образования и развития, и детей, и школ, потому что я вспоминаю Валенсийский кампус, в котором мне посчастливилось побывать, там, начиная от серьезных футбольных стадионов и бассейнов, доступно, до лабораторий, прекрасно благоустроенных общежитий, о которых вы уже начали говорить, и заканчивая кафе, магазинами и ресторанами. Вот, значит, наши руководители сказали, что есть такая идея, которую включили, кстати говоря, в программы к 650-летию города Кирова, идея построить большой студенческий кампус. Вот если мы говорим именно о таком кампусе, который я сейчас описала, насколько реалистичной вы эту идею считаете? Знаете, когда несколько недель назад губернатор Игорь Васильев на Совете ректоров Кировской области озвучил эту идею, инициировал обсуждение этой темы, у меня перехватило дыхание, потому что он сказал то, о чем я не смел вслух говорить. Это были мечты, это были такие фантазии с моей стороны, но я понимал, что без поддержки со стороны руководства региона, об этом можно даже не заикаться. И то, что Игорь Владимирович озвучил, что к этому нужно стремиться, мне это очень понравилось. Другой вопрос, конечно, что мы люди прагматичные, и смотрим на эту ситуацию сразу с точки зрения сроков, ресурсов имеющихся, и вообще возможностей к реализации. И строительство такого кампуса, ну понятно, что это такая революционная тема для нашего региона, вообще для страны, потому что полноценных кампусов в таком правильном понимании этого слова, мирового уровня в стране, можно посчитать на пальцах одной руки. Это Дальневосточный федеральный университет, который возник на площадке имущественного комплекса, где проводился АТЭС, где было построено с нуля на острове Русский, очень шикарная инфраструктура. Это Казанский кампус, Иннополис, который возник после того, как там прошла универсиада всемирная, были построены классная, колоссальная инфраструктура, и, соответственно, это досталось Казанскому федеральному университету. А другие кампусы, которые есть в стране, они также вызывают у меня такую добрую зависть с точки зрения полноценности инфраструктуры. Наши кировские вузы исторически сложились так, что они выросли из одного-двух корпусов. Да, у нас сейчас 22 корпуса в ВЯТГУ учебных и 8 общежитий, но они, к сожалению, локально не сконцентрированы в одном месте, что затрудняет логистику, затрудняет перемещение студентов, преподавателей, возможность концентрировать ресурсы в одном месте и так далее. Поэтому для того, чтобы двигаться в этом направлении, а мы будем держать это в голове как путеводную звезду, нужно ответить на ряд ключевых вопросов. А, наличие большого в несколько десятков, если не больше, гектаров земельного участка в черте города, потому что делать это где-то в поле будет не очень удобно. И ответить на вопрос источников финансирования в условиях непростой экономической ситуации в стране, насколько губернатору удастся с президентом, председателем правительства, ключевыми министрами, а этот вопрос будет решаться только на таком уровне, удастся решить этот вопрос, это мы будем очень рассчитывать, что Игорь Владимирович со своим авторитетом и возможностями сможет в ближайшие годы сдвинуть этот вопрос в нужном направлении. Это программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько, Валентин Пугач, ректор ВИАДГО, высказывает свое особое мнение. Мы прервемся на короткую рекламу и продолжим. У меня еще будет пара вопросов по кампусу, а дальше мы перейдем к урбанистическому форуму, который буквально вот уже скоро пройдет на площадке, в том числе и вузы. Мы продолжаем разговоры. В нашей программе «Особое мнение». В микрофон работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает ректор ВИАДГО, Валентин Пугач. Что касается кампуса, совершенно верно, безусловно, необходимы средства. И мы об этом говорили. Еще раз я возвращаюсь к программе «Урбан» с Игорем Васильевым и Ильей Шельгиным. 130 миллиардов рублей требуется на воплощение тех проектов, которые заложены к 650-летию нашего города. Понятно, что что-то срастется, что-то не срастется. Ну точно таких денег вряд ли государство сможет направить, поэтому нужно будет расставлять приоритеты. Но наличие всего перечня, хотелок, желаний и планов абсолютно правильное управленческое решение. Должно быть. И я была тогда удивлена, что одним из первых проектов, прежде всего губернатор, а потом и сети-менеджер, назвали «Кампус». И сама не спрашивала, никого не провоцировала. И, в общем, эта тема, она довольно... Мы о ней и заикались, когда говорили о квартале 119, проекте ВИАДГУ. Но она все время, как-то, помните, не сдвигалась с мертвой точкой. Потому что уж больно она большая, глобальная была. Она очень серьезная. Тем не менее, когда мы говорим о необходимости выделения земельного участка непосредственно в городе или в ближайшей границе, которая к городу прилегает, мы понимаем, что, конечно, классно, когда большие города, миллионники, как Казань, которую вы привели, в пример, Владивосток, проводят большие мероприятия под бюджетные деньги, строят инфраструктуру и потом передают в УЗУ. Это одна история. Киров вряд ли когда-то в ближайшее время войдет в череду таких событий. Ну, думаю, что Игорь Владимирович Васильев сам не согласится. Он все равно будет стремиться сгенерить, придумать и затащить на территорию какое-то крупное масштабное мероприятие. Это видно по его настрою. Раз. Вопрос. Второй вопрос, это, конечно, земельный участок, который многократно обсуждали. Земельный участок бывшего Кировского военного авиационно-технического училища КВАТУ. Ну, смотрите, по поводу земельного участка. Мы в таком рабочем режиме с заместителем губернатора Курдюмовым Дмитрием Александровичем и с Шульгиным главой администрации города Кирова уже начали обсуждать. И мы вот там земельный участок КВАТУ, земельный участок возле инфекционной больницы уже начали рассматривать. Но там ситуация очень непростая, потому что земли принадлежат Министерству обороны, часть из них земель уже передана Вятской епархии. То есть там я как человек, который в свое время работал в сфере государственного управления имуществом, федерального и регионального, знаю, насколько это сложная, тяжелая и долгая тема с точки зрения решения этих вопросов. Это может затянуться на годы, а решение о финансировании, о размещении такого кампуса нужно принимать в ближайшее время. А вот что касается территории инфекционной больницы, надо напомнить, наверное, что когда-то эти земли, многие из этих земель принадлежали нашему педагогическому университету. Там были наши поля, мы там учились, проходили практику, но они все с течением времени, практически все были переданы в частные руки под состройку. И там уже разрешение на строительство и прочее есть. Это было до того, как университетом стал заниматься я, поэтому не все знаю из этой истории. Там часть земель принадлежали не Рудницкого. Сейчас свободные участки земли, это федеральная земля, которая закреплена за различными федеральными органами. И нужно проводить очень серьезную, сложную работу, связанную с тем, чтобы появилась теоретическая возможность ее использования для строительства кампуса. Есть синица в руке. Это земельный участок, который примыкает к существующему кампусу в границах студенческий проезд улица Московская и проспект Ломоносова. Там сейчас есть земля, закрепленная за авиатГУ, на котором можно построить четыре общежития, либо корпуса, это развитие той инфраструктуры четырех учебных корпусов и четырех общежитий, которые там находятся. Я почему вспомнила эту историю с землями около одного из корпусов педвуза, где я училась наезд в геофаке. Я говорю о том, что, конечно, всегда надо смотреть в будущее. так как у города 20 лет не было нормального стратегического плана развития, и городская администрация тех лет не строила такие амбициозные планы, и много участков земли ушло под торговые центры, ушло под частную жилищную застройку, и, соответственно, у города сейчас очень сложная ситуация, даже если будут появляться источники финансирования, интересные инвесторы такие, которые будут предлагать классные проекты, у города возникли уже сейчас серьезные проблемы с тем, чтобы где эти проекты размещать. выкупать у частных владельцев это колоссальные инвестиции, расходы, я не уверен, что городской бюджет их потянет в ближайшее время. Последняя мысль по кампусу, давайте все равно помечтаем, раз нам позволяет это делать в том числе и глава нашего региона и города, полноценный кампус, такой, как мы с вами описывали, что дал бы региону? Не вузу, вы решаете, возможно, свои там задачи, а региону, что дал бы региону? Появился бы настолько мощный научно-образовательный центр, который стал бы магнитом и таким мотором, который бы накручивал на себя бы все сопутствующие различные эффекты, прямые и косвенные. То есть, мы стали бы выпускать большее количество лучших специалистов, мы бы стали бы настолько привлекательными, что стали привлекать из других регионов еще большее количество классных абитуриентов, классные учебные программы, и эти люди бы просто создавали условия, чтобы сюда заходили различные инвесторы и строили предприятия, развивали инфраструктуру, город бы и регион просто бы заколосился бы еще активно, если очень примитивно. То есть, это был бы инновационный научный бизнес-центр. Совершенно верно. Ну, вот к этому, конечно, надо стремиться. Это хорошая идея. Революционно, эволюционно, но мы будем двигаться в этом направлении, потому что мы понимаем, что для нашего региона у нас нет нефти, у нас нет каких-то круизных каких-то пляжей, значит, для отдыха черноморских побережьев, у нас есть то, что мы имеем, много раз обсуждали. Люди. Люди, да, и человеческим капиталом будем работать. Валентина Николаевич, раз у нас программа особое мнение, то мы должны принять вопросы от слушателей, которые пришли на сайт. На нашем сайте мы всегда размещаем анонс нашей программы и спикера, который к нам придет. Вам задают несколько вопросов. Первый вопрос касается спорта. Человек так и подписался. Спорт. В УЗе была отличная хоккейная команда, прекрасно себя зарекомендовала на всероссийских соревнованиях. Я вот не в курсе, что она была, я не знаю. Большого финансирования не требует. Ульяновск оплачил проживание и питание на прошлых соревнованиях. Я знаю, кто этот вопрос задал. Скорее всего, это Сергей Михалицын. Есть у нас такой очень болеющий за развитие хоккея человек в Кирово-Чепецке, который меня атакует регулярно такими жесткими вопросами, почему университет не развивает хоккей. И несколько раз у меня с ним была встреча и беседа, и я готов повторить это еще раз, что несколько лет назад мы создали хоккейную команду. Мы нашли средства для закупки инвентаря и формы. Мы оплачивали лед, аренду ледовой площадки. Городская администрация, министерство спорта пошли навстречу, также часть времени нам предоставляли. Команда стала играть, у нее действительно появились результаты, это все было прекрасно, но в определенное время мне стало понятно, что дальнейшее развитие, профессиональное развитие этой команды поведет за собой, то есть выход на другой уровень соревнований, турниров, участие в различных поездках. Это билеты, гостиницы, это тренеры, оплата, расходы, расходы. И когда я увидел многомиллионный бюджет на следующий год этой команды, я понял, что здесь нужно немножко остановиться, потому что бюджет университета в данном случае предполагает грамотное и аккуратное распределение финансирования на все сферы деятельности. Государственный образовательный стандарт предусматривает проведение учебных занятий по физкультуру и спорту, в неклассную деятельность. Притом, учитывая, что у нас более 20 тысяч обучающихся, я должен так распределить бюджет, чтобы... Расставили приоритеты. Да, я расставил приоритеты. Или 20 человек хоккейной команды и многомиллионные траты. Или эти же деньги я на тысячи студентов предоставлю им возможность заниматься оздоровлением, спортом, физкультурой на сотни тысячи человек. Вот это отдельная тема, на самом деле... К сожалению, я выбрал массовый спорт. Это еще история, которая касается вообще культуры профессионального спорта во всех, в том числе ведущих вузах страны, у нас ее нет. Это американская история, когда профессиональные команды, зарабатывающие деньги... они имеют многомиллиардные бюджеты свои, из которых, наверное, какие-то десятки миллионов рублей они могут направить на содержание профессиональных Но это не окончательное нет. Напоминаю, что в университете и так есть очень успешные команды, играющие в высших лигах по баскетболу, мужские, женские, по волейболу, по футболу, там, в различных уровнях, ну, соревнованиях, в которых мы участвуем, и студенческий спорт развивается успешно. И мы развиваем, строим, ремонтируем существующую инфраструктуру, бассейн, спорткомплекс и закупаем в больших количествах много чего, но в данном случае профессиональная или полупрофессиональная команда по хоккею, по моему мнению, сейчас не своевременная тема, куда можно значительные ресурсы направлять. У нас остается буквально полминуты и несколько очень серьезных вопросов, которые мы не успеем обсудить уже с вами, но мы обязательно встретимся в рамках других программ и по урбанистическому форуму. У нас есть серьезный вопрос, он напоминает 23-24 числа, всю исчерпывающую информацию дадим заранее. Да, это отдельная тема разговора. Абсолютно. У нас есть вопрос, который Александр написал на сайт, и это тоже классная тема для разговора, возможно, вы и ваши сотрудники, которые занимаются этим направлением, к нам придут в дневной разворот и расскажут. Александр спрашивает, он говорит о том, что хотелось бы увидеть разнообразие волонтерских программ и программ обмена студентами с международными вузами. И он говорит о том, что ему кажется, что остается все меньше и меньше международных программ, таких как walk and travel. Студенты хотят путешествовать, обмениваться. Мне дочка этим летом, которая учится в Питере, поехала по этой программе. Но не у вас в УЗИ. Сейчас нет времени ответить. Мы заканчиваем. Еще одна тема, которую у нас здесь есть. А еще одна тема, очень важная, которую я хотела с вами обсудить, потому что много сейчас на эту тему информации и предложений, в том числе на государственном уровне, это питание студентов, студенческие столовые и все, что продается в студенческих кампусах, борьба с фастфудом. Совершенно непраздный вопрос, очень серьезный. Очень важный вопрос. Тоже ее возьмем, правда? Конечно. В ближайшее время мы будем анонсировать у нас на сайте. Сейчас программа «Особое мнение» завершена. У нас был в студии Валентин Пугач, ректор ВИАТГУ. Всех благодарю и хорошего дня. Спасибо. Спасибо.